Хе-хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS World 2.5 на самолёте А-10С И в этом видео у нас удар по колонне наземных целей в горных условиях Меня просто подписчик попросил полетать на А-10С, а я такой, почему бы и нет, собственно Тем более я на кабане уже довольно-таки давно не летал Касательно колонны, которую я буду атаковать, она прикрыта очень даже неплохо Там путешествует с колонной одна тунгуска, одна шилка и одна стрела Также в колонне 4 танка, 6 БТРов и вот все эти цели мне нужно будет поразить Также ущелье патрулирует два вражеских вертолёта И само собой мне надо будет их приземлить для успешного выполнения задания Ну и понятное дело, что вся штурмовка будет очень сильно осложняться тем фактом Что колонна находится в горах, ну а кабан, как вы знаете, обладает довольно-таки малой скороподъёмностью И поэтому при выполнении заходов нужно будет учитывать данный фактор, чтобы в гору не впилиться Да и управляемое вооружение в горных условиях применять намного сложнее Поскольку эти самые горы перекрывают обзор прицельному контейнеру Ладно, давайте уже взлетать Колесные тормоза зажал Обороты 80 Дал Колесные тормоза отпустил Максимал Начинаю разбег Кабан, конечно, очень долго разгоняется Тем более он у меня сейчас еще и загружен по максимуму Управление носовой стойкой отключил Разгоняемся 120 узлов Ручку на себя Тянем-потянем Вытянуть не можем Есть отрыв Шасси убрал Закрылки убрал Отлично Ну и давайте разворачиваемся сейчас на целевой ППМ Тут я с ближайшего аэродрома взлетел До цели 30 миль Не так уж и много Но лететь над горами придется Вон домики слева можете наблюдать в данный момент Кабан просвистел над ними Ну как просвистел, прополз Скажем так, на скорости В 190 узлов Город, кстати, довольно-таки большой Стоит отметить Ну и как вы поняли Сейчас летаю я на карте Персидского залива На этой карте, кстати, довольно-таки мало горных районов Но один я все-таки нашел Специально для усложнения своей задачи Давайте туда и отправимся Так, ну колонна должна быть вот за вот этой горой Давайте сейчас через нее Перелетим И аккуратненько посмотрим Что там интересного есть Их сразу TGP выведу На левый монитор На правой Маверике Чтобы долго не колупаться Когда нужно будет Резко-резко Отработать По той же Тунгуске Которая там путешествует с колонной Да, то что Метка для стрельбы из пушки Так себя ведет Это нормальное явление Поскольку я сейчас Над горами летаю Именно поэтому на А-10С Если ты где-то В горных условиях Работаешь из пушки Крайне желательно Превышение цели задавать Иначе, ну сами видите О какой точной стрельбе Речь может идти Правильно? Ну где-то вот по этой дороге Колонна должна ехать Где она? Уже облучают меня вовсю Давайте посмотрим А, вон она, вижу Выезжает из-за холмика Пикс Давайте посмотрим Поглядим Вон Тунгуска Движется Режим Point Точку Спи поставил Маврик активным сенсором Навел Захват есть Пуск Давайте Сразу отверну Уже близко Прилетел очень Может заодно даже ЛТЦ отстрелять Думаю Поскольку Там стрела Еще Опачки Уходим Уходим За гору Все-таки пальнул мне Кто-то вдогонку Так гора Прямо по курсу Фух Вроде вытянул Ну как же тяжело Кабан загруженный Маневрирует Все-таки Уж не знаю Кто мне там Вдогон пальнул Или Тунгуска Или стрела Но выяснять мы Это не будем Но Тунгуску Маврик разломал Все-таки Я видел об этом Сообщение Тикс Я кстати Шилку Вижу Уже А эти Маркбойны Не уткну Ну кто же По-моему Ракету Еще пустил Где эта Стрела Танки Ага Вот она Где Отлично Сразу Сейчас по ней Запулю Такс Маврик Я на цель Навел И Захват Ну нахрен Ты мне танк Захватил Ладно Хрен с ним Все равно Мне его ломать Так или иначе А на стрелу Уже вручную Наведусь Думаю Захват Пуск И отворачиваю Когда цели Вот настолько Близко Друг к другу Находятся Время от времени Приходится Вручную Корректировать Положение ГСН Маврика Поскольку Вы и сами Видели Что ракета Просто может Взять и Захватить Не то Что вам нужно Так что Стоит за этим Следить Довольно таки Внимательно Сейчас и то и то Будет поражено Вот Т-72 Т-72 Поразился Долго Но стрела Тоже поражена Да Я уж начал Беспокоиться О том Что мой Маврик За какую нибудь Гору Зацепился По дороге До этой стрелы Но нет Все таки Долетел В итоге Одни горы Кругом О Вот и Шилка Наша Блин Опять Перекрытие Контейнера Давайте Сразу Подальше Отлечу Да нормально Уже Заход Выстрою По этой Шилке А потом Уже Буду Вертолеты Атаковать Не боясь Какого-то Внезапного Нежданчика С земли Что я Куда там Лечу Уже Икс Зазумлю Еще чуть-чуть Изображение Точку Спи Нашилку Навожу Маврик Захват Есть Дайте Доверну Чуть-чуть На цель Чтобы Будь уверенным Что Маврик Не впилится В гору Куда-нибудь Пуск Отворачиваю Проконтролируем Даже Поражение Там Сейчас Опасного Ничего Больше Быть не должно В колонии Была Тунгуска Стрела Шилка На шилку Сейчас Маврик Летит Долетел Ну и теперь Можно уже Повеселиться Со спокойной Совестью Где там Эти вертолеты Интересно О Вот кстати Два вертолета Сейчас попробую С шести Проатаковать Поскольку Боты В DCS Такие Пуск они Видят Почти с любого Ракурса И пропустить Ракету С инфракрасной ГСН Могут Разве что Если ты Им и правда С шести Ее запулишь Как-то Давайте Этим сейчас И займемся Ну и пока Я пытаюсь Вертолетом На шесть выйти Мне бы хотелось Упомянуть Один момент Очень часто Я и в комментариях Под своими Видосами И на форуме Видел Высказывание Что управление Дескать На кабане Слишком сложное Ну говоря Именно про Хотас самолета Что у него Очень много Разных хаток И в зависимости От выбранного Активного сенсора Хатки имеют Разные функции Поэтому есть люди Которые говорят Что из-за этого Кабаном Невозможно управлять Не знаю Лично я Управление Системами Кабана Схота Считаю Очень удобным Тут все дело В практике Так Вертолетом На шесть вышел Захват Есть Пуск И давайте Сразу По второму Отработаем Пока он Ничего не понял Захват Есть Пуск Отлично Ну вот Бабах Бабах Это точно Не сядет Уже А второй Если что Пушкой доберу Его Не Не придется Отлично Ну вот Чтобы Навожу Смотрю, гляжу Танк вижу Что это было только что? Алло Маврик, ты себя хорошо чувствуешь? Захват, пуск Что за коптильня, блин? Ладно, давайте Отворачиваю Хотел, конечно, сразу по двум танкам Отработать через ГСН, ну ладно Из-за коптильни после пуска первой ракеты Не было вообще ничего видно Шип по мне стреляют Ну, хотя я подлетел довольно близко, так что Ничего удивительного Ну, теперь давайте Последнюю оставшуюся ракету Отгрузим по танку Ой-ой-ой, мне бы сейчас в горе не отгрузиться, блин Конечно, чувствуется низкая скороподъемность кабана Вот в таких условиях Это на истребителе ты можешь форсаж ткнуть И просто, блин Полететь высе на кабане Так не получится уже Поаккуратнее надо быть Так, трекер еще себя не очень адекватно ведет Ладно, давайте Наводим ракету на танк Наводим Наводим Захват есть Пуск Вывожу Вот еще минус 172 Стреляют Близко подлетел Но тут реально условия не самые удобные Младен, танк вижу Ну, я три танка разломал Получается Вот, четвертый остался Угу Вот он Да что ж ты будешь делать Ну, маркпоинт я успел поставить, кстати говоря Так что Никаких проблем В данном случае даже перекрытие прицельного контейнера не помешает Маркпоинт D Навожу прицельный контейнер на маркпоинт Выберу ОМБГБУ-12 Режим CCRP Сразу включу режим Latch Чтобы лазер работал без удержания кнопки пинки на рус Давайте Сейчас отработаем по этому тунчису Что он там стоит внизу Отлечу только чуть-чуть подальше И вот что мне нравится в Hotas A10C Это как раз то, что большинство действий с системами этого самолета Можно выполнять вообще не убирая руки с Hotas И это очень удобно на самом деле Реально, среди всех самолетов DCS World У кабана наиболее удобный и функциональный Hotas, если вы меня спросите Но только тогда, когда вы управление этим Hotas'ом доведете просто до автоматизма И не будете вспоминать, какая хатка и за что отвечает Ну, а для этого нужна практика Ну, если у меня получается То получится и у вас, понятное дело Ну, да ладно Пора уже работать по неприятию любом бы с лазерным наведением Разворачиваюсь на цель Надеюсь, блин, при подсвете лазером никакого перекрытия из-за горы не будет Мне бы, конечно, этого не хотелось Развернулся Поцельную метку на линию сброса бомб Сколько там? 8 секунд Лазер включил Кнопку сброса зажал Сброс Отлично Что-то подкорректировать может Нет? Попадет Должно попасть, думаю Если, как я уже сказал, не будет у меня перекрытия из-за горы Но, по идее, такого быть не должно С учетом того, как я сейчас лечу Специально даже повыше забрался для этого Чтобы ГБУ-12 было проще применить по танку Ну-ка, бабах Есть Лазер выключил Ну вот, одни БТР остались Их-то, в принципе, можно и пушкой пострелять Можно только осторожно помнить о том, что в горах на кабане можно и не вырулить В принципе Давайте пушку выбрал У меня на всякий случай еще три бомбы остались даже Сейчас мне хочется Икшона Хочется пушкой Сейчас будет Икшон, как воткнусь носом в гору, блин Не знаю вообще, смогу ли я пушкой попасть в таких условиях или нет Огонь Попал Ой-ой-ой-ой Стреляют Убивают Ничего себе, один БТР аж на гору заполз каким-то чудом Как он там оказался Блин, летая на кабане реально нужно отвыкать от истребительной привычки набирать высоту на форсаже Ибо на кабане это не работает по вполне себе очевидным причинам Так, снова захожу в пикирование Давайте я сейчас этого верхолаза снять попробую Их там даже двое, блин Ну-ка Огонь Накрыл Точность стрельбы в таких условиях, конечно, низкая Но с учетом плотности огня у пушки это не так уж и страшно Я же накрыл его А, накрыл Вон он горит там На своей верхотуре Один БТР еще выше Я это уже как-то говорил, но вот при такой активной штурмовке Самое главное это не терять цель из виду при маневрировании И постоянно знать, где неприятель находится Для того, чтобы выполнять на него заходы раз за разом Поскольку, как вы можете заметить, я в принципе не трачу время на поиск цели Ввиду того, что и так знаю, где они находятся в данный момент Так, цель наблюдаю Огонь Блин, каждый раз из-за неудобного расположения ИЛСа приходится камеру вниз опускать Или на кресле ездить постоянно вверх-вниз Ай, я маслину поймал Безобразие, что творят Что, у меня обороты Да, обороты в порядке Все-таки попало что-то куда-то, блин Вроде отказов Отказов пока нету, да Ну и ладно Если бы я хотел безопасно поштурмить То просто закидал бы бомбами эти БТРы А мне хотелось экшона Ну а при экшоне, в принципе, возможны какие-то случайные попадания Главное, чтобы двигатель из строя не вышел Так, давайте по верхолазу сейчас отработаем Который вон на горе сидит там Сверху Не знаю, даже попаду или не попаду Сами видите, что с прицелом Просто очередь пожирнее Дам и все Отворачиваю Накрыл Ну и остался Всего один БТР Вон он стоит Внизу Возле дороги Ладно, давайте Заходить в пикирование И уж Закругляться на сегодня Неплохой такой вылет получился Я считаю Блин, дистанция, конечно, небольшая До цели будет Успеть бы ее проатаковать И не получить при этом Пачку огурцов из КПВТ Ну-ка Огонь Криво отстрелялся, конечно Но вроде попал Но по уму, конечно, нужно было подальше отлететь Чтобы было больше времени для прицеливания А не как я сейчас Цель накрыл Накрыл Вон она горит Ну и давайте я вам еще посадку покажу Кстати, обратите внимание Что аэродром, на который я осуществляю посадку Настолько высоко над уровнем моря Находится Что высотомер в ноль Для аэродрома просто не скрутить Так что посадку произвожу По показаниям радиовысотомера В принципе, ничего страшного Ну а давление на барометрическом высотомере У меня стандартное, эшелонное 2992 Текс Посадку произвел Отлично Ну и да На этом у нас на сегодня все Надеюсь, это видео было кому-то интересно И всем спасибо Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok